Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Столкнулась с ужасной ситуацией в своих же отношениях. С парнем встречаемся в 2 года, за это время было 2 серьезных расставания, в которых мы не общались по 2-3 месяца. Причина была какая-то одна. Потеря его интереса ко мне, потеря чувств. Я действительно могла его понять, ведь на протяжении месяца я ничем не занималась, сидела дома, не общалась с друзьями, парень возмещал мне весь толсток и все общение, что сильно его душило. Времени на себя у него не оставалось, тем самым все с Владиской вставали. Вот переизбитка меня в его жизни, время, что мы не общались, шло на пользу каждому из нас. Я начинал себя отвлекать, занимался работой с друзьями, начинал скучать, видя прежний интерес к жизни в моих глазах. Как бы смешного то ни было, но ситуация вновь свелась к той же проблеме, когда мы вместе не даем решать. Снова разговор, который мы прокручивали раз в десять. Что я ему не интересен, писать мне не хочет, да и видится тоже. На мои слова о расставании, мол, давай расставим все точки на ты. И сказал, что расставаться глупо, спустя весь пройденный путь, потом опять сойдемся. Речи о чувствах тут не было. Огромную роль играет семья и перспективы на будущее. Что его, что меня прекрасно приняли в семью. В семьях нам есть где жить, в будущем он видит меня мама и свои детей, как и я его, есть все инструменты для создания прекрасной семьи, но мы со собой сейчас обладить не можем. И вот мы почти месяц играем в эти игры, я продолжаю унижаться, он продолжает сводиться к нулю. А в интимной жизни я молчу, говорю, что она перестала приносить удовольствие, можно было подумать об измене, но нет, много раз проговаривали эту проблему, думала, что я перестал его привлекать. Но этот вариант отпал, сам не знает почему так. Естественно, такая ситуация сподвигла меня сделать все, что бы отвлечу. Новая работа, новая работа, старые друзья, которые снова появились в моей жизни, мысли только один интерес, внесли брезнение и любовь. Честно, все, кто здесь все сделаю, в своей жизни мне нравится, но не могу исключить то, что делаю это из-за него тоже. Почему сама не скажу о расставании, я никогда не могла сама пойти на этот чак, да и надеяться не перестаю. Под конец стоит внести конкретики, как быть, как понять его, можно ли свести все на его общую усталость, на депрессию, как выйти в себя сейчас, чтобы не потерять все с концами. Ну, смотрите, здесь в первую очередь проблема личных границ. Вот, то есть то, что вы его дучите, это говорит о том, что как бы нарушаются личные границы. Это первое. Второе, то есть то, что вы его не привлекаете, это связано, как мне видится и как мне кажется, с тем, что вы в отношениях ведете себя как ребенок, вот. То есть, ну вот, вы ведете себя как ребенок, а ребенок его не привлекает. Следующий важный момент заключается в том, что вы проявляете вот в какой-то степени довольно серьезную, довольно сильную зависимость от него. То есть, вы говорите, что вот вы его дучите, да, а это вот как раз история про... зависит. Вот. То есть, вы от него зависите. И своей жизнью вам жить как-то получается сложно. Она вам не интересна. Как будто бы. Вот. Следующий важный момент, это то, что вы много говорите о семье. Вот. Довольно много у вас слов о семье идет. На мой взгляд, это тоже может быть проблемой, потому что у вас, по сути, только гендерное взаимодействие. Ну вот. И нет взаимодействия, скажем так, личностного. То есть, такого взаимодействия, где мы бы общались как две личности. То есть, такое ощущение, что между вами, кроме, кроме перспектив и проведенного пути, ничего больше нет. А ведь людям нужно выстраивать, ну выстраивать свое общение, да, на основе того, что общего между ними есть. А общего у вас как раз таки, на мой взгляд, и нет. Или есть, но очень-очень мало. Вот в этом и заключается, на мой взгляд, основная проблема. Вот. То есть, в целом, вы ведете себя как такой довольно, ну, довольно зависимый от него, от мужчины, партнер. Вот. В целом, вам как будто бы ваша жизнь не интересна. И в целом, у вас, как мне кажется, есть проблема, связанная с именно личными границами. Вот. Вот. Как я и сказал, они у вас сосуществуют. Вот. И вот это, в первую очередь, как мне кажется, и нужно корректировать вам. И тогда отношения, на мой взгляд, будут улучшаться. Вот. Сейчас они, ну, не улучшаются, потому что, вот, с чего им улучшаться? Когда остались только, вот, по большому счету, обязательства. Ну, я имею в виду, обязательства, вот, у вас друг друг. Вот. То есть, это именно обязательства. Это именно, это именно что обязательства. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Поэтому от этого нужно отходить. Важным моментом, важным моментом является то, что вы говорите. Я забросил всех своих друзей, значит, там, перестал с ними общаться, вот, со своими друзьями. И могу заниматься своей жизнью только когда рядом со мной его нет. Ну, в смысле, мужчины нет. Согласитесь, довольно, довольно интересный и специфичный, я бы сказал, факт. Только без человека я могу жить своей жизнью. Но, почему так? Как получается так? Если вам это интересно, то можно, конечно, этот аспект поисследовать. Я не знаю, пока интересно ли вам это или нет. Так сказать, однозначно сложно. Но работать нужно в этих направлениях. На мой взгляд. И в целом, как мне кажется, если вы склонны к тому, чтобы унижаться, то у вас есть трудности. Самоценка. Ну, есть, скажем так, некоторые проблемы. Некоторые проблемы. Некоторые проблемы. Самоценка. Вот. Вот. Это всё. Корректироваться это всё не проблема. Главное, чтобы у вас желание было этим заниматься. Я пока такого желания не вижу. Вы пытаетесь понять его. А понимать вам нужно, на мой взгляд, себя. Ну, стараться. Стараться понять. Вам нужно, на мой взгляд, именно себя. И разобраться, в первую очередь, нужно вам именно себя. Вот так мне это сейчас видится. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Да, по поводу семьи. Вот то, что вы довольно много говорите о семье, связано с тем, что вы как-то не чувствуете себя защищённым. Есть как-то ощущение такой, может быть, постоянной тревоги. Вот. С этим, с этим тоже нужно работать. Всего вам самого доброго. Обращайтесь.